Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте AmazonHolyPlay. Сегодня у нас будет очень интересное видео, я думаю по званию ролика вы уже все поняли, поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также не забывайте идти по промокод, пишите мм, потом промокод, указать друга ютубера и пишите вот мой промокод Кирилл Гейм Капсом, за который вы получите 150 тысяч, мой промокод если что можно вводить на любом серии AmazonHolyPlay, поэтому кто начинает играть, либо кто уже начал играть, но он еще новичок и у вас нету пятого уровня, то обязательно вводите мой промокод, я вам буду очень сильно благодарен. Итак пацаны, как вы поняли по званию ролика я себе купил машину, купил себе машину, это пятнашка, там аудио и стробоскопы, но вы спросите у меня, откуда у тебя деньги-то, во-первых и во-вторых как ты ее покупал, сегодня я вам это все покажу и расскажу, давайте вы сначала посмотрите откуда я взял деньги и потом уже посмотрите как я покупал эту машину и в принципе за сколько я ее покупал, поэтому желаю вам приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok максимальная цена стропоскопов 150 как большого никак я ему еще конкретно я снимаю это ты ушла но поздно нам не разлюбить будем вечно розна вечно моросить да вы все правильно поняли я продал бмв м5 и 60 на full батах чтобы купить себе новую машину но я никак не думал что этой новой машиной станет именно вас 2115 на стропоскопах и аудиосистемы честно я такого расклада сам не ожидал я не понимаю зачем вообще ее купил просто пацанчик мой знакомый приехал на шан на этой машине я подумал блять я предложу ему 70 мов возможно он согласится и да я ему предложил ему нужны были деньги и он согласился мне ее продать за 70 миллионов рублей хочу заметить то что он в эту машину вложил очень много потому что он сразу это все поставил на нее когда вышел ивент понимаете и он эти снежки не фармил он их покупал и он в эту машину вложил там где-то 200 300 миллионов чтобы понимали это очень много он вложил реально в эту машину очень много денег потому что он делает эту тачку изначально для себя чисто для себя и все больше не для кого и поэтому он в него очень много денег вложил он не хотел вообще никак продавать мне принципе тоже было очень жалко продавать бмв м5 и 60 потому что это мой любимый кузов я продал его из-за того что я захотел первых чего-то нового потому что именно на бмв м5 и 60 я вообще перестал ездить я вообще перестал есть потому что мне она не нравится по разгону она очень к это вялая стала и поэтому я решила продать. Также я ее решил продать из-за того, что на ней стоят номера 3S-35, а я собираю именно восьмерки, понимаете? И поэтому я решил от нее избавиться. Мне честно было жалко ее продавать, потому что я все равно с ней ушел в минус. В небольшой, но все равно ушел в минус, потому что номера я там покупал примерно за 55 миллионов, машину там за 35 или за 32. То есть, ну, я немножко ушел в минус. Я ее продал за 72 миллиона 200 тысяч. Изначально я вообще хотел себе либо Крузак с аудио, либо там Бугатти с аудио. Вот реально, я хотел какие-то из этих машин, но почему-то так получилось то, что я купил себе ВАЗ-2115. Я не знаю почему, но так, пацаны, случилось. Пока что мне эта машина приносит очень много удовольствия. Как бы, я не буду ее продавать. Пока что, пока что. Я, конечно, пообещал пацанку то, что я никогда ее не продам, но вы сами понимаете, как бы, это игра, и рано или поздно мне придется ее продать. Но я обязательно этому пацану, который мне ее продал, я ему напишу заранее. Возможно, он ее выкупит у меня. Поэтому, если я буду продавать, я ему просто об этом напишу. Я не буду это скрывать. Пацаны, давайте я вам покажу карпас. Ну, он почти зеленый. Здесь нету только нитро. Мне бы хотелось, чтобы здесь еще было нитро. Занижение стоит 5%. Развала нету, кстати, да. Я, возможно, поставлю развал. Я не знаю. Возможно, я поставлю развал. Но я не знаю, есть ли смысл или нету. И нету нитро, блин. Нитро тоже можно купить, но нитро 115 миллионов. Я думаю, смысла его ставить сюда нету. Да, было бы круто, если бы оно здесь было. Но покупать нитро за 15 лямов я, конечно же, не буду. Ну, целостность я подчинил. Госко 130 тысяч, пацаны. Почему, вы спросите, вот этот человек, который мне ее продал, почему он не поставил стробоскопы и аудио на другую машину? Я не знаю, пацаны. Но захотел человек себе поставить аудио и стробоскопы именно на вот эту машину. Конечно, если бы он поставил бы стробоскопы и аудио на новую Ешку, мне кажется, он бы очень хорошо заработал денег. Потому что Ешки со стробоскопами еще нету. И если честно, я считаю то, что стробоскопы это беспонтовая хуйня. Ну, реально, беспонтовая хуйня просто. Но когда ты смотришь на Живуль, который на аудио и стробоскопах, ты понимаешь, что нет. Все-таки стробоскопы, это прикольная тема. В этом есть какой-то смысл. В этом есть какая-то изюминка. И самый прикол, то что именно вот эта тачка, она одна на серваке. Я могу смело заявить то, что такая есть только у меня и только у меня, пацаны. Потому что даже с просто аудиосистемой пятнашки нету. А у меня здесь и аудиосистема, и стробоскопы. Просто суету можно наводить, реально. Заезжайте на Нашан, все. Все внимание просто ваше. Реально, он вчера заезжал, все просто к нему сбегались, просто. Все были в шоке. Всем реально нравится эта машина. Но цена, конечно, 70 миллионов, пацаны. Я не знаю, это дорого или дешево. Но в любом случае, бывший владелец, он мне уложил очень много денег. Реально, он ушел в очень большой минус. Но я не знаю, пацаны, уйду я в минус или нет с этой машиной. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что все останется на своих местах. Максималка здесь, кстати, не очень большая. Просто тапку в пол нажимаем. Но выглядит, пацаны, она очень круто. И я на нее сегодня переставлю номера. У меня есть машинка, получается, ВАЗ-2108. У нее стоит нитро, занижение и развал. И на ней стоят номера топ-восьмерки. Но я эти номера переставлю на пятнашку. Потому что на восьмерке я не езжу. А восьмерку я ее не буду продавать. Потому что, ну, я в эту машину вложил 5 миллионов на подвеску. Поэтому я просто дам эту машину своему знакомому. И он будет просто на ней ездить. Мы хотим реально сейчас тусовочку собрать людей с занижением. Понимаете, чтобы было занижение. Это будет реально очень круто. И шоу-дюсистема здесь есть, да, вот. Можете как бы посмотреть. Ну, я как бы не знаю, пацаны, есть ли смысл ставить развал. Мне кажется, и так хорошо смотрится. Просто я не хочу бабки в нее кладывать. Честно, не хочу. Как бы я купил за 70 лямов. Я отдал почти все свои деньги. У меня 4 ляма осталось. И то 4 ляма это, чтобы номера снять. Но тачка реально прикольная. Мне она нравится. Я от нее получаю удовольствие. Конечно, мне больше восьмерка нравится внешне. Я за автоваза. Восьмерка, там, шестерка. Пяташка мне так себе, знаете. Четырка мне тоже очень нравится. Но пяташка, я к ней всегда так не очень относился. Но в целом симпатичная машина. И как бы занижение очень идет. Поэтому я доволен машиной. Можете поздравить меня в комментариях. Написать, стоит ли она своих денег. Либо не стоит. Напишите свое мнение. Хотели ли вы себе такую машину. Реально, напишите об этом в комментариях. Мне реально по кайфу. Просто едешь и кайфуюсь. Да, эта машина не быстрая. Это не Мерседес. Это не BMW. Это не Audi. Это просто автоваз. В этом тоже есть своя фишка. То, что у тебя Жигуль, автоваз. И на нем стоят стробоскоп и аудио. Это реально очень круто. И люди на это обращают внимание. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok